Погнали! Эээ... Проехали. Я расскажу вам о самом интересном в магическом мире за эту неделю. Стартовал новый, уже шестой по счету сезон, Пен и Теллер Фуллас. Надеюсь, нас ждет еще 13 эпизодов отборной магии. Если вы не знаете, что это за шоу и кто такие Пен и Теллер, вырубайте все, бегом смотреть на этих ребят. Кстати, они поменяли заставку. В первой серии засветились. Ян Рейндер, который прошелся по мышеловкам, и не только ногами. Андрей Пшеничка со сценическим карточным трюком. По секрету, он практикует этот трюк 17, мать его, лет. И Жан-Карло Бернини, продемонстрировавший путешествие во времени небольших объектов. Также, вместо привычного финального фокуса, которым Питт обманывает зал, они замахнулись обмануть самого Дэвида Копперфильда. Что из этого получилось, посмотрите сами, я не хочу спойлерить. Ричард Сандерс вернулся. С трюком Энни-Карт, который замахивается на звание легендарного, и способен встать в одну линию с такими шедеврами, как Невидимая колода и Бринвейв. В нем нет никакого форсирования, все 52 аута предусмотрены. Названная карта зрителям будет предсказана на рубашках всех четырех тузов. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Блэк Войт показал миру свое видение на трюк с кастрюлей для проявления предметов. Трюк называется про ванбокс, и суть трука остается та же, но вместо кастрюли он предлагает использовать коробку. Из плюсов коробка складывается, ее можно сделать самому, что экономит деньги, удобной при приноске, легче и не выглядит как кастрюля. Но вряд ли в ней что-то подожжешь и зарядишь что-то потяжелее воздушного шара, да и в практичности она явно уступает кастрюле. А как вы считаете, может ли новое творение Блэка покорить магический рынок? Пишите в комментариях свое мнение. Аликс Пандрея выпустил новую колоду в линейке ног в стиле киберпанк, с трейлером на уровне хорошей короткометражки. Колода сделана в двух оттенках, светлых и темных. Причем колода в темных тонах стоит в два раза дешевле. Но не потому что я черный. А потому что в светлых тонах, по заверению автора, колода перепечатываться не будет. Нельзя не упомянуть новинку силуэт от Тобиаса Достала, которая произвела настоящий фурор среди фокусников всего мира. Вместо надоедливого... Выберите карту. Можно показать целое теневое представление, используя только фонарик на телефоне у зрителя. Вы только посмотрите на этот момент. И на этот. И на этот. Короче, посмотрите трейлер, если вдруг вы еще не видели. Этот трюк явно стоит вашего внимания. Довольно интересную интерпретацию старого фокуса с угадыванием числа по карточкам представил Херви Рафт в своем семинаре Ментал Караоке. Бук-тест с музыкой предлагает выбор из 80 треков. В трейлере трюк выглядит довольно неплохо. Напеть зрителю песню вслух, о которой он думает, шикарный ауди. Количество карточек сокращено, и здесь используется только 4 штук. Наконец-то, наконец-то мне пригодится эта бестолковая библиотека заученных текстов песен. Коротко об остальном. Безумцы из Suns Minds выпустили новый визуальный трюк с жвачкой. Penguin Magic перевыпустила трюк почти десятилетней давности, который называется Linkin Laces. В обучении добавлен трюк от Николапака. На сайте Arteca Production появилась довольно забавная штука – переводнушки уголков карт. Казалось бы, где можно еще встретить переводнушки, но, видимо, мудрость все новое – это хорошо забытое старое, а не просто так мудрость. Иллюзионист запримерил Ephemera от Денниса Кима. Это набор плавных и чистых движений трюков с картами. Автор говорит о том, что это материал четырех последних лет, и каким же сложным он выглядит. Кстати, если вам интересно, что за паркетная доска у него в руках, это Rosewood Playing Cards. А также Герейн Кларк за 9 долларов расскажет вам лучшее исполнение из худших классического трюка вода и масла в трех фазах. Малаказан предлагает рутину с переворотом одного из тюзов нового уровня. Да не просто с переворотом, а еще и карты в руках меняются на совершенно другие. Дважды! Семинар называется Promnesia за авторством Грейм и Дэвид Фишвук. Райан Го представил свой вариант на классический эффект «Триумф» в семинаре «Анархия». Плюсом к эффекту перемешанная колода упорядочивается до заводского стека. Эмуран Риас выпустил свое творение под названием Eternity. Автор упоминает о наличии некоторого гимика, но так ли трюк чист, как заявляет автор? Что думаете по этому поводу? Себастьян Келдри выпустил Sunshine, трюк, в котором карта меняется на кончиках ваших пальцев. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте свои напалечники вверх. Меня зовут Александр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok